Александр Владимирович Савченко снова присоединяется к нашему эфиру. Александр Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Доброе утро. Приветствуем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, давайте вот все-таки проанализируем год войны. Насколько пострадала экономика Украины? Мы все понимаем, что война на самом деле, год полномасштабной войны, что эта полномасштабная война, она затрагивает фактически все сферы. И вот вопрос экономики. Очень интересует ваша экспертная оценка. Ну, статистика уже известна. Приблизительно за год мы потеряли 30% ВВП. Немножко больше. Цифры будут уточняться. Инфляция 26,6%. Инфляция ударила по доходам украинцев. А ВВП, как правило, вот его проблемы возникли именно через военные действия, через удары по энергетической инфраструктуре. Но самое главное, что нужно константировать, что страна выстояла, что макроэкономическая стабильность даже в таких жутких условиях сохранена. Мы видим курсовую стабильность. И в этом году я, например, ожидаю намного лучшие результаты, даже в условиях ведения войны. Конечно, мы должны благодарить, в первую очередь, наших западных партнеров, Соединенные Штаты и Евросоюз, которые, по сути, взяли на себя финансирование 50% наших расходов из бюджета. И эта же помощь помогает сохранить макроэкономическую стабильность. И вот если мы с вами и вместе с нашим правительством немножко улучшим бизнес-климат, наведем порядок в налоговой системе, в регулировании, то я даже допускаю, что в этом году будем иметь небольшой, но экономический рост. Там полпроцента, один процент. Согласитесь, для войны это громадное достижение. Естественно. Александр Владимирович, очень важный момент. Вы начали говорить уже о будущем, потому что действительно сегодня хочется больше говорить о будущем. Тем не менее, подводим итоги вот этого года несокрушимости, года с момента начала полномасштабного военного вторжения российских оккупантов в Украину. Скажите, пожалуйста, какая доля из того ущерба, который нанесен украинской экономике, это прямой ущерб? А какой косвенный? Какая доля косвенного ущерба? Ну, я считаю очень просто. Да, прямой ущерб — это вот падение ВВП на 30%. У нас ВВП был 200 миллиардов долларов. 30% — это 60 миллиардов потеряла наша страна долларов. К этому надо прибавить потери от зверского, варварского поведения наших врагов Рашистской Федерации, которые разрушают энергетические объекты, социальные объекты, дома, дороги. Там тоже считаются эти потери достаточно просто, к сожалению. Они составляют приблизительно около 200-250 миллиардов долларов. То есть суммарно набегает почти 300-350 миллиардов долларов. Чтобы люди держали в уме, какие колоссальные прямые потери нам наносят — это 1 миллиард долларов в день. Это столько война стоит каждому украинцу и нам всем вместе. И Раша должна думать, что все эти потери, по крайней мере, прямые, нужно будет компенсировать. И чем быстрее закончится война, тем меньше будет период, в котором Раша будет выплачивать нам контрибуцию. Вот, допустим, если война закончится в этом году, я уверен, что это так и будет нашей победой, то, думаю, 10-15 лет страна или остатки, или, я так скажу, страны, которые будут рождены на этой территории, будут выплачивать нам 10-15 лет приблизительно 3% своего валового национального продукта. 3%. Плюс, я надеюсь, что вот эти 350 миллиардов, 50 — это деньги олигархов, 300 — государства Раши, которые сейчас арестованы, будут тоже передаваться, конечно, не сразу, а постепенно для Украины, для того, чтобы мы восстали из пепла. По сути, это уже не иносказание, это реальность. Хотел Путин нас испепелить, но ничего не вышло. Даже сейчас, вы знаете, в Киеве, и не только в Киеве, по всей Украине восстановили свет, восстановили электричество, нет проблем с интернетом, это тоже можно воспринимать как чудо. И это началось во время войны. Поэтому я бы хотел дать все-таки луч надежды и нашему бизнесу, и всем украинцам, что я уверен на 100%, как только закончится война, как только закончится война, вот это место, где мы воюем за нашу свободу и свободу всего мира, да, станет, по сути, экономическим клондайком. Сюда устремятся колоссальные инвестиции, плюс репарации, плюс вот эти деньги, которые были национализованы, пока заморожены, но я надеюсь, будут конфискованы, национализованы и переданы Украине, здесь мы будем иметь колоссальный экономический рост, и вот эти 30% падения, которое произошло, мы сможем компенсировать буквально за 3-4 года, а дальше будет просто рост. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, хочется с вами поговорить также относительно санкционной политики. Какие вы видите еще механизмы давления на Российскую Федерацию с помощью санкций, которые пока что не приняты? Какие есть еще варианты? Ну, прежде всего, нужно закрыть вазейки для обхода уже принятых санкций. Я думаю, здесь наши западные партнеры работают, будут наказывать адресно и страны, и компании, и людей, которые способствуют обходу санкций. Независимо, где расположены эти предприятия, может, они расположены в Европе, или в Китае, или в Грузии, или в Турции, не имеет значения. К этому уже готовы наши партнеры, это прежде всего. Осталось еще два сектора, которые, по сути, даже три не затронула политика санкций. Первый – это энергоатом, очень крупная структура, которая, по сути, доминирует в мире. Энергоатом Раши строит станции, проектирует, обслуживает, поставляет ядерное топливо, утилизирует его. Я считаю, что пришло время постепенно, очень аккуратно, потому что это деликатная сфера, выбивать Рашу из этой отрасли. Это огромные деньги, это десятки миллиардов долларов ВВП, которая создает эта структура от экспорта. Второй сектор – это банковская сфера. Мы пока, ну мы, я имею в виду Запад, не ударил по-настоящему по банкам. Брали бы пример с Украины. Я вот с удивлением прочитал, и очень поддерживаю это решение, что Украина ввела санкции против всех российских финансовых структур, включая Центральный банк. Если бы такие санкции приняли Соединенные Штаты и Европейский Союз, то экономика Раши рухнула бы буквально в течение месяца. Это не гипербола, это действительно так и было бы. То есть вот этот сектор остался. Ну хорошо, мы можем сказать, оставьте 2-3 банка, через которые будем проводить, будем, мир будет проводить расчеты за критические товары, которые все еще нужны мировой экономике, включая топливо для атомных электростанций, да, ну и не только. Ну через 2-3 банка, а остальные банки вывезти из финансовой системы, заморозить их корс-счета и списать тоже остатки денег в пользу Украины. Я думаю, Европейский Союз уже близок к этому решению. И вот самое главное, о котором мы должны очень серьезно подумать, это о тех предприятиях западных, которые остались в Раше. Я их разбиваю на три категории. И нам нужно вводить санкции уже и против них. Первая категория – это те предприятия, которые взаимодействуют с военно-промышленным комплексом Раше. Это предприятия инжиниринговые, машиностроение. Вот в первую очередь их нужно принудить, прекратить любую деятельность в Раше. Потом мы скажем, как им компенсировать убытки, потому что убытки будут значительные. Это первый сектор. Второй сектор – это компании, которые платят очень большие деньги в бюджет в виде налогов. Это банковский сектор. Уже говорили, Райфайзенбанк чуть ли не полмиллиарда платит в бюджет долларов. И тем самым, из-за этого же бюджета деньги идут на финансирование войны. Это торговые предприятия крупные. К сожалению, среди них и Ашан – французское предприятие. Вот нужно все предприятия, которые платят большие налоги, ну, скажем так, больше 10 миллионов долларов. Вот это вторая группа. И третья группа – это те предприятия, которые способствуют экспорту Раше. Это, прежде всего, энергетический сектор. Не будем углубляться. Вот против них нужно ввести санкции. Александр Владимирович, тут очень важный момент, и спасибо, что вы его отметили. По сути, запас санкций еще далеко не исчерпан. Это означает, что новые ограничения будут вводиться в отношении Российской Федерации, сколько долго она будет продолжать свою агрессию в отношении Украины и не только Украины. Спасибо большое за ваши комментарии. Александр Савченко, доктор экономических наук, общественный деятель и ректор Международного института бизнеса был с нами на прямой связи. Всего доброго.